Добрый день. Меня зовут Небальсина Елена Владимировна. Я детский врач-стоматолог из клиники Dental Fantasy. Сегодня мы поговорим о кариесе у детей, которая может появиться у ребенка с прорезанием первого же зуба. Многие считают, что молочные зубы не нужно лечить, потому что они в дальнейшем сменяются постоянными зубами. Это распространенное мнение вовсе неверно. Молочные зубы необходимы для того, чтобы ребенок мог полноценно жевать и мог полноценно питаться. Если этого не произойдет, если вследствие каких-либо причин происходит ранняя потеря временных зубов, то, соответственно, это будет сказываться в том числе и на росте и формировании организма ребенка. Благодаря верхним резцам, тем зубам, то, что видны при улыбке, ребенок маленький, учится говорить, учится произносить различные звуки. Например, при произношении твердых звуков кончик языка, он должен упираться по небной поверхности вот этих зубов. Если эти зубы в силу каких-либо обстоятельств были утрачены, то, соответственно, нарушается формирование этих звуков. И в дальнейшем потребуется занятие логопеда. Кроме того, ранняя потеря жевательных молочных зубов в дальнейшем может привести к смещению более дальнерасположенных в направлении пустоты. Постоянный зуб, который должен был появиться вместо молочного зуба, ему не будет либо места, либо он будет пытаться прорезаться с язычной стороны или с щечной стороны. Поэтому молочные зубы действительно очень важны. Естественно, не следует забывать об эстетическом моменте. Если у ребенка темные зубы или сильно разрушенные зубы, конечно, это может сказываться в том числе и на его психологическом статусе. Многие родители интересуются, нужно ли лечить молочные зубы, если они не беспокоят никак ребенка. То есть, да, родители видят, что есть какая-то небольшая дырочка. Если нарушена целостность тканей вследствие возникшего кариозного процесса, процесс болезни, он однозначно будет прогрессировать, все дальше и глубже поражая другие анатомические области зуба. Вот внешне выглядит абсолютно невинным. Темная точечка на оживательной поверхности. Если посмотреть зуб в разрезе, мы можем наблюдать, что это поражение локализуется в поверхностных тканях эмали на границе с дентином. Одна из самых простых форм кариеса. И для ребенка подобное лечение вполне возможно провести в легкой игровой форме. Если на этом этапе мы не вмешиваемся, процесс продолжает прогрессировать и начинает поражать уже более глубокие ткани. Внешне уже можно увидеть не темную точечку невинную, а маленькую дырочку, как это выглядит в глазах у родителей. По факту это уже достаточно глубокое поражение твердых тканей до сосудистой нервного пучка или, как мы его называем, стоматологией пульпа. На этом этапе также было бы неплохо вылечить вот это поражение. Это будет несколько сложнее и вполне возможно для лечения такого зуба уже потребуется местная анестезия, то есть обезболивание, поскольку эти слои зуба уже имеют болезненную чувствительность. Если мы этого не делаем, то процесс прогрессирует и доходит, собственно, до пульпа, и это уже называется пульпит или, как часто в быту это называют, воспаление нерва. Если не вылечите это заболевание, дальше нерв просто погибает. И инфекция, которая изначально локализовалась только лишь внутри зуба, выходит в ткани, которая окружает корень, и воспалительный процесс начинается уже вокруг зуба. Это приводит к, как это также можно часто слышать, флюс называют, это достаточно серьезное воспалительное заболевание. И, кроме того, это может послужить угрозой зачатку постоянного зуба, который располагается как раз в области корней. Периодически приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда наши коллеги рекомендуют не пролечивать кариес, а пронаблюдать за ним. И вот эти различные мнения, они, конечно, часто сбивают родителей с толку, потому что в одном месте сказали надо лечить, в другом месте сказали не надо лечить, чтобы можно чистить получше, понаблюдать, посмотреть. Чем это обусловлено? Чаще всего это связано с тем, что в клинике, в которой рекомендуют понаблюдать или чем-нибудь помазать, просто банально нет условий для лечения маленьких детей. И чаще всего как раз эти рекомендации относятся к малышне, вот то, что по колено, год, полтора, два, два с половиной. Они просто к этому не способны еще в силу слишком нежного возраста. И доктора, не имея возможности выполнить полноценное лечение, рекомендуют в таких ситуациях пронаблюдать. Она ситуация понятная, но на самом деле не вполне верная, потому что, конечно же, заболевание продолжает прогрессировать. И, тем не менее, действительно бывают ситуации, когда требуется динамическое наблюдение. Это может касаться самых-самых начальных форм кариеса, когда он выглядит как пятно, он так и называется – кариес в стадии пятна. При таком диагнозе не требуется нашего вмешательства с борами, с наконечниками, с набировочным материалом. Здесь необходимо не допускать, чтобы на поверхности этого пятна оставался зубной налет. Можно использовать дополнительные какие-то укрепляющие средства, либо фтор содержащие, либо кальций содержащие, и тем самым приостановить процесс разрушения. Но это самая-самая начальная стадия. Все, что касается нарушения целостности ткани, то есть, как я уже показывала, даже если это очень небольшое поражение, оно нуждается в лечении. То есть, если есть дефект, его нужно восстановить и закрыть пломбировочным материалом, потому что прогрессировать заболевание будет. С большей скоростью или с меньшей – это зависит от возраста зуба. Чем моложе зуб, то есть, чем младше ребенок, тем быстрее патологический процесс достигнет своего апогея.